Мне хорошо, я гуляю! Вот такой вот фонарный стол, уже несколько развалившийся, но по-прежнему прекрасный. Ну, что у Гриши происходит в этот момент с руками, вы уже понимаете, до какой степени мне хочется все это очистить. Вот, ну ладно, пойдем там и посмотреть. Вот примерно так, достаточно одинаково все, кстати, выглядят старые канадские строения, то есть вполне возможно, что этому дому даже, что он даже 18 века. Это у него боковая стена, я вам специально показываю, как она сложена. Вот, а дальше я попробую показать фасад. Но проблема в том, что очень сильно солнце светит в мордах. Вот. И вот эти вот ставни, например, они, конечно, вряд ли изначальные, но, в общем, это все вполне так все и было. Вот такой вот вход. Да, вот тут даже какая-то решетка смешная, уж не знаю, что она тут делает. Вполне возможно, что это вполне настоящая. Вот. И сейчас я отойду немножко, чтобы было видно, как выглядит, собственно говоря, вот такие вот дормы у этих домов обязательно. Вот. Ну, крыши уже, конечно, поменяли. Ну, ничего, все равно красиво на гостях. Вот. А тут вот как раз ремонтируется соседний дом, который, ну, это вот уже какие-нибудь там последние десятилетия 19 века. Он уже совершенно по-человечески сделан. И если я правильно понимаю, то вот эти вот дома старые, они были сложены, а может быть, уже и нет, кстати. Они были сложены еще, ну, как бы, как мы привыкли. Не как облицовка. Вот на этих это уже практически облицовка. Вот. Без камня, правда, но тем не менее. А вот на этих еще, по-моему, не знаю, не буду обрать. Ну, в общем, я верю, что когда-то были не облицовочные дома, а с реальными кирпичными или каменными стенами. Сейчас мы сфотографируем фасад этого здания. Ну, да, собственно, как-то так. Вот. Оно ремонтируется, и наверху я вижу очень стертый надпись 1908. Вот. Ну, как-то так. Ну, это, собственно говоря, еще не коллежальный комплекс. Это все напротив него совершенно неожиданно. Сейчас пойдем дальше. Называется это, судя по тому, что там наверху написано Академия Святого Альфреда. Вот. Ну, совершенно непонятно, почему закрыть, например, главный вход. Вообще, ну, как бы зданием пользуются, но что тут происходит, не ясно. Слово Академия у нас очень часто используется. То есть чуть ли не на любой школе старой написано слово Академия. Вот. Вот. Очень я люблю, когда камушки вот так вот употребляются, как вот здесь вот на верхней части. То есть кирпич, кирпич, кирпич. А по бокам камушки, по-моему, это совершенно чудесно. И очень красиво, видимо, верхнюю часть. Не знаю, сумею ли я с солнцем снять. Сейчас. Вот такая башенка с крестом. Академия. Да. Мне ее видно, к сожалению, гораздо лучше, чем вам. Но я уже так, в порядке что-то могу сделать. Вот. Ну, в общем, вот такое вот здание. С окнами, конечно, полный П. Калешванье. То есть, это самое. На самом деле нужно принимать законы о том, чтобы растекловку сохраняли историческую. Ну, тут его нет. Это не то здание, которое вам хотел показать. Это просто тут вокруг довольно много таких образов. Неожиданно. То есть я в этом районе как-то совершенно не ожидал. Я думал, тут он не колешный. Ладно. Идем дальше. Вот. Вот такой вот он. Это, собственно говоря, называется колледж Ванье. И это только один из его многочисленных корпусов. К всему он довольно большой. Сейчас мы будем дальше идти. Это далеко не самый красивый, но зато достаточно типичный. Колледжи у нас почему-то называются специальным словом Сыже. Даже не знаю, то ли это аббревиатура какая, то ли что. Ну, в общем, они все, естественно, были церковные, поэтому все с Христа. Ну, ничего, пойдем дальше. Вот прямо хочу идти вот так вот и показывать вам другие входы. И выходы. Собственно, я даже не знаю, с какого века вот эти вот общественные здания стали строить просто на три головы выше, чем по уровню, чем все остальное. Вот такой вот у него еще один вход. Ну, то есть больницы, мэрии, церкви, естественно, колледжи. Это вот такой у нас наборчик, который, ну, просто все остальное вокруг было, мягко говоря, гораздо хреновее. Вот так вот идем дальше. И вот там вот поворачиваешься. А тут вот так вот он еще продолжается. И вот с такой чудесной американской лестницей наверх идущей. Вот. Ну, даже окна более-менее нормальные какие-то. И сейчас продолжаем обходить это здание и смотреть другие корпуса. Вот еще один. Так сказать, это мы все дальше продолжаем двигаться. Вот такой овальный, симпатяшка. Ну, есть, конечно, претензии к тому, как все сделано, но, в общем, ничего. По-моему, очень симпатичные вот, о чем вам показать, окошечки. Вот такое вот окошечко сбоку. Вот. А дальше пошло вот такое вот. А, ну это все еще это здание. Так, тут снизу современная пристройка. А на самом деле продолжается все еще старая. С кузеленевшей крышей медной. Вот. И дальше оно переходит вот в такую вот, довольно, надо сказать, ужасающую, на мой взгляд, церковь. Это вообще даже не знаю, каких годов постройки. Но и это все не то, что я вам хотел показать. До туда мы еще дойдем. Ну, вот увидел фонарики вокруг входа. И сразу стало ясно, что это все-таки арт-декошные, мне кажется, времена. Потом уже таких фонариков не делали. Дальше открывается вот такой вот вид на костел. Вот. Сейчас мы к нему тоже подойдем. Но больше меня даже удивило другое. Сейчас я подойду к воротикам и покажу вам, что. Собственно, над воротиками большая надпись 1924. Ну вот. То есть я так и думал, что это как бы те времена. А, вот тут вот у нас одна часть отлетела. Ну ничего, надеюсь, это реставрирует. Вот. Ну, короче говоря, я просто решил, что это другая часть. И очень удивился, что это 20-е годы. Потому что выглядит оно, на мой взгляд, несколько старее. Но, тем не менее, как-то так. Вот такой костел. Довольно простенький, на мой взгляд. Ну, что интересно, вот эти вот... Сейчас поближе подойду. Статуи неких отцов церкви. Епископов каких-нибудь. Не знаю даже, кто это. Вот в двух нишах вокруг окошка. Ну и, конечно, то, что они белым красят все эти рамы, это просто... Нет, это не то, что надо. Да, вот дверки входные, они похожи вполне себе как должны быть. Ну да, по крайней мере, очень красивые. Такие лаконичные. А вот кто догадался, каменные колонны белые покрасить? Ой, или это все-таки деревянные? Но все равно не надо было белым красить. Ладно, все, не возмущаюсь. Дальше все продолжается. Это все в длину вот так и идет. Вот еще какое-то церковно-колежальное здание с белочкой, ползающей по ступенькам, как обычно. Вот. Но мы и его обойдем, потому что все, что мне хотелось вам показать, оно еще дальше. Ну, как-то так. А вот опять что-то старое, и сейчас я вам покажу покрупнее. Вот такие вот у нас крючочки. И, по-моему, это такие, да, старые ставни. А чтобы ставни держались на месте, они зажимаются вот такой вот штучкой. Да. Которая, по некоторым данным, собственно говоря, является первой буквой от слова SPIRIT. Ну, не знаю, так это или нет. Вот. Вот эти вот характерные каменные подоконники, это прямо вот у нас старые строения, они так прямо и делались. Вот. Вот. И за всем этим чуть в глубине оказалось старое кладбище, причем вот с такими вот умирающими воротами. Тем не менее, на мой взгляд, очень красивыми. Вот. Ну, опять же, конечно, почистить. Вот. И вот так вот выглядят. Ну, они, правда, достаточно современные, но тем не менее, вот так выглядят у нас в могилах. Тоже, кстати, очень интересно, что попадаются совершенно разных стилей. Все, что, собственно, проходило, то и попадается вон там крест, например, возвращающийся он. Я вон арт-декошный. Ну, дальше мы видим более современные корпуса, как бы все того же, видимо, колледжа, или я уж не знаю, чего, но чего-то из этой области. Вот. И вот тут вот мне очень понравился какой-то скульптур. Сейчас, 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 сейчас подойдем. Вот такой монарх с книг. Вот. Причем, этот город Вильсен-Лоран, ну, это как бы на самом деле, я говорю, район Монреаля, причем. Такой, ничего особенного, как бы. Вот. Знаменит тем, что недалеко от него аэропорт. И все время пролезают самолеты. И вот сейчас, вот, именно когда я подходил к этому монарху, было полное впечатление, что он смотрит на низко пролетающий над ним самолет. Больше, мне интересно, надо сказать. Ну, вообще хорошо выглядит, не знаю. Не знаю. Кампус продолжается, продолжается. И вот мы, в конце концов, подошли к тому, что я, собственно, хотел вам показать. Тут, правда, несколько центральная часть на ремонте, но это ничего. Вот. Ну, вот так вот, в общем, вот не скупились они на такие строения общественные. Ну, не знаю, во всяком случае, остались какие-то красивые вещи. Вполне возможно, что он тоже каких-нибудь 20-х годов. Вот. Обратите внимание вот на эту вот зеленую крышу. Все в меди. И вот эти вот, я не знаю, как сказать, карнизы красивые, они тоже все медные. В общем, очень здоровые. Судя по всему, они, между прочим, недавно перекрыты, потому что они еще коричневые, а не зеленые. Так выглядит медь года два после того, как ее поставили. Фонтан с диковинными птицами, прямо напротив входа. Вот. И вот дальше сейчас я вам покажу вот эту вот под чудесную. Сейчас, сейчас, сейчас мы к ним приблизимся. А, собственно говоря, давайте сначала наверх. Вот. Там наверху в нише, я так понимаю, Дева Мария. С очень красивым над ней. Таким узорчатым. Прям не знаю, какого показать, дару он нужен. С такой крышечкой из нее свисает. В общем, что-то совершенно невероятно красивое. Надеюсь, вам хоть что-нибудь будет видно. Ладно, мне только остается нижний ярус фотографировать. Вот. Вот такой вход. К сожалению, окошки куда-то делись. Но, тем не менее. В общем, все это когда-нибудь, наверное, отреставрируют. Будут совсем красивые. И это, собственно говоря, все еще был не центральный вход. А центральный, наверное, вот этот. Только он совсем на реставрации. Вот. К сожалению, ничего там не видно наверху. Ну, приходится, придется приехать, похоже, еще раз сфотографировать. Вот, зато, сейчас покажу, может быть, сбоку увидим. А, это, короче, это самое. Вот эти вот два маленьких входа, они, похоже, симметричные с разных сторон. Сейчас мы попробуем сфотографировать оттуда. Вот такое чудесное здание. Вот. По бокам такие башенки. Ну и главное, ну, я надеюсь, хоть теперь-то как-то видно. Вот то, что нависает над... Не знаю, кто это, может быть, Святой Иосиф, может, еще кто-то. Над его статуей. Наверху там такая белая статуя над входом. Вот видите, и на ней, ну, не знаю, ну, по-моему, ничего вам не видно. Очень плохо, просто ракурс такой. Ладно, я, видимо, летелать уже ничего не могу. Ну, короче, вот как-то так. И дальше мы идем совсем уж красивому, на мой взгляд, опять же, костелу. Вот какой-то такой вид. Кстати, над входом написано, что это 1896 год. Вот. Очень удобно они пишут, и не надо потом никуда лазить, узнавать. В общем, постепенно все эти здания пристраивались. Вот. А, и это уже у нас сюжет Сен-Лоран. То есть это два сюжета рядом. А, ну, это вы слышите про летающий самолет как раз. Мы же пили Сен-Лоран. Вот так должно быть. Вот. А что я вам отдельно хочу показать в качестве особой вкусняшки. Сейчас придавайте их дают. Надеюсь, вам видно будет вот эти вот чудесные лица мужчин. Я так полагаю, что все это вполне себе исторически видит их. Дяденьки. Может, отцы церкви какие-то, или еще что-то. Вот такие вот они. И тут их раз, два, три, четыре, пять. Ой, один даже в очках. Шесть. В бабочках. Семь, восемь, десять, одиннадцать. Тринадцать или девяносто. Может, и шитоспут. Вот. Вот такие вот еще чудесные медальоны с гербами. И отдельно вот такие вот. Вот такое вот. Прикольно. Ну, то есть, как бы типично готические, но при этом современная одежда какая-то более-менее. Во всяком случае, штаны с подворотами и штаны, и туфли более-менее двадцатых годов, на мой след. Такой вот еще юноша-вачечка. По-моему, это просто класс. Вот такое меня прямо радует, по-настоящему. А, вот только так, как вам видно, наверное. Олег, облах. Очень неудобно то, что ракурс моего видения и камеры не совпадает. Я, конечно, понимаю, что я слишком многого хочу. Вот. А тут, над нами, это все уже часть вот этого чудесного здания. Я попятился назад и с собой свалил парковку для велосипеда, которая оказалась не прикручена ни к какому полу. Вот. Ну, а тут такая опять суровая нового котика. Вот. Сейчас пойдем другие ракурсы смотреть. Написано, что это Мунак. Музе де митие де арт дю Кебек. Ну, то есть, митие де арт, это, я так понимаю, ну, всевозможные приближенные к искусству. Вот совершенно распрекрасные, не знаю, видно вам, нет, такие вот, с одной стороны, дракончик или крокодильчик, с другой стороны, птичка. Прямо чудесные совершенно. Ну, и дальше все как полагается. Как-то называются эти штуки, которые, так сказать, поддерживают здания на случай осады. Контерфорсы, да? Поправьте меня, архитекторы. Вот. И там, между прочим, расчудесный весь в витражах. Как это опять же называется? Тимпан. Ой, и на самом верху два ангела, почти лежащих, точнее летящих. А скульптура куда-то делась. Там была яма скульптура в этой нише. Вот. И вот тут ничего не понятно, потому что... А, ну вот, собственно, в 1931 году все это здание построено. Представляете себе, что они строили в 1931 году? По-моему, дико круто. Вот. Тут, кстати, по бокам, возле выступающих, не знаю, как назвать, пилястр, тоже явно были какие-то статуи. Но почему-то их сейчас нет. Так, алмашку, ну... Кому-то алмашки в 1937 году, в общем, не знаю. Но это, на самом деле, страшно высокая вещь. Сейчас я отойду далеко, и вы ее увидите в телефоне. Вот такое здание 1931 года постройки. Ну, я не знаю, конечно. В 1931 много уже и другого красивого строили. Ну, в общем, по-моему, очень неплохо. Представить себе не могу, сколько могла стоить постройка такого. В общем, круто. Вот. Все это, я так понимаю, тоже... А, не, это уже музей у нас. Но, тем не менее, часть кампуса. Все пытаюсь с разных ракурсов показать вот то, что находится над статуей Белого Святого. Предположительно, его сферединарно с какой-то крупной получается. Да, наверное, нет. Ну, ладно. Тем не менее, такой ракурс. Прямо напротив всей этой готической красоты вот такой, по-моему, очень неплохой стрит-арт. Ну, собственно говоря, это явно... Не просто стрит-арт, это деньги выделяются. Вот, Варламов считает, что вот это неправильно. Это какие-то городские организации на это выделяют деньги. А по мне, так очень неплохо. Если люди делают что-то отдельное, совершенно все равно. За деньги они это делают или нет. Вот пролетающий, собственно говоря, самолет. На самом деле, он очень большой. Вот. Летит очень низко. Сейчас еще попробую вот с этого ракурса. Может, он как-то виден будет. Вот это вот в лесах, находящийся центральный, собственно, вход. Один крест торчит, наверное, над лесами. Но, тем не менее. Сразу сбоку недоведенный до ума кусок, на мой взгляд, красивых монгриарских домиков. Вот. Представьте, что везде вот в этом вот можно поменять двери. И так, ну ладно, все, молчу, молчу. Сами все домики такие, что когда-нибудь они отреставрировались. Вот, давайте так, позитивнее. Еще один хороший старый дом, но, к сожалению, с новым сайдингом. Вот. А показать я хотел не это, а другое сейчас. Ну, во-первых, вот еще такой ракурс. Просто все оторваться не могу. А во-вторых, собственно, большой плакат. О том, что выделили 3,7 миллиарда долларов, инвестировали в переделку и улучшение. Да? И вот такой вот он будет, судя по всему. Вот такая объява Кашкандорина на стволе дерева. Вот. Это у нас серебристый клён. Вот. И диаметр у него 1,4 метра. Я ничего не понимаю. Ладно, будете потом разбираться, если кто-то французский знает. Не удерживаюсь и начинаю снимать клёна. Уж больно хорошо. Сейчас найдем. Вот тут вот один. Прямо совсем огромный растет. На предыдущем было написано, что он был во время Олимпиады 1976 года. Но вообще, как по мне, так они еще гораздо старше. Вот такой вот красавец. Мистиков, конечно, немного, надо будет больше, вроде ничего, ничего. Вот такой вот чудесный домик. Ну вот это вот, честно говоря, более такое в Торонто популярный вид домика. Ну тоже довольно старый, ну в смысле, это начало 20 века. Я так думаю. Вот у него ТВРК оригинальная. Да. И, кстати, вот в данном случае колонны все тоже вполне себе оригинальные. Вот, колонны, собственно, вот такие вот. И висит на них вот такая вот штукенция. Прямо не знаю, как и сказать. Я думаю, это для флажков многочисленные. И у этого гаража вот такой вот водослив в виде пятачка. По-моему, это жутко троится. Ничего особенного, но висит оригинальный фонарик и оригинальная решетка. Сейчас хотя бы подальше, чтобы решетку было видно. Вот эта вот розовая решетка, она вполне себе настоящая. Как-то так. Вот такое вот строение. Тоже достаточно старое, к сожалению, с современным сайдингом и крышей переделанной. Вот. Но на самом деле это вот то, что я как бы очень-очень люблю. И совершенно, честно сказать, неожиданно наткнулся. То есть я понятия не имел, что в этом районе могут быть какие-то старые города, старые здания. А старые они именно за счет того, что это был совершенно отдельный городок, у которого был свой центр и так далее. Вот этот дом 909 года, как на нем написано. Сейчас мы поближе подойдем. На окна не обращайте внимания и все остальное. И все когда-нибудь будет сделано. Вот. Вот с такой вот штучкой наверху и даже флагштоком. И вот этот дом, кстати, на мой взгляд, гораздо лучше отделан. Вот. Ставни, конечно, не настоящие, но тем не менее, исторически они тоже были. Вот такой вот идиллический домик. Сколько такой может стоить, я вам даже не скажу. Ну, много-много. Вот такие вот остатки старых домиков. Кто-то их покрасил. Ну, ничего, я имею в виду вот этот серенький. Зато можете почитать надписи. У нас, например, очень часто надпись «Aparthe d'Otregane». Имеется в виду, что приносите с собой свое винишко. Вот тут написано, что здесь итальянская кухня. Называется он «Иль Боккалинни». Вот. А это вот, например, «Мезон Самоса». Самоса, знаете, что такое, да? Здоровая, «Кузин Санте Индиен», здоровая индийская кухня. Вот так, собственно говоря, выглядит герф города Сен-Лоран. Это я, собственно говоря, вышел на главную улицу проглушившую вот этого самого городка, когда он таковой был отдельным. Вот. Никогда тут не было за все 23 года жизни в Монреаль. Вот такие вот у нас деревья растут. Как-то они называются что-то такое «глинкома». В общем, короче. Умные люди знают. А вот с этой стороны мы видим тут кучу зданий явно 30-х, а может даже 40-х годов застройки. Вот. И в здании находится необычайно мною любимая «Фри-При Ренессанс». Это целая такая система старьевщиков. Ну, не старьевщиков, как это назвать? Уцененных? Да нет, не уцененных. Не, ну на самом деле секонд-хенд, конечно. Вот такое простое русское слово «секонд-хенд». Вот. «Фри-При» — это игра слов. Ну, то есть «Фри-При», когда оно пишется по-французски совсем по-другому, это именно «старьевщик». Вот. «Ренессанс» вам всем понятно, «возрождение». А «Фри-При» — ну, это типа, уже типа английский. И вот тут вот заворачивающая пожарная машина, очень соленая. И на той стороне вы видите чудесное тоже здание 30-х годов, некий «Норд-Эст». Не знаю, что это такое. Вот. Это, собственно говоря, бульвар для кори, по которому я всю жизнь езжу, только не в этой его части. И понятия не имел, что здесь такой вот творится. Очень приятно, на самом деле. Вот такое вот прекрасное название «Пирюк Эр Эль Мода». «Пирюк» — это наш парик, собственно говоря. Вот. А вот над этой надписью, если вы видите, такой чудесный, ну, этот самый «Байдор». Вот. И написано «Ля Банк Провинциале». Это, собственно, то, что, видимо, было раньше в этом здании. Что за Банк Провинциале, не знаю, такого не осталось. Хотя все системы банков, по-моему, достаточно старые. Я пытаюсь заснять барельеф на школьном здании, вот. Ну, это уж совсем уродливо. Это уже какие-нибудь, наверное, даже 60-е, а может 50-е годы. Вот. И само по себе здание меня потрясло другим совершенно. Вот. Оно, конечно, прелестное. Да. Это чуть ли не «Баухаус». Вот. С таким вот чудесным окном, правда, с современными рамками. Сейчас покажу чудесное окно. Вот это вот, по-моему, очень баухаузовый такой градусник. Причем странный. Вот. Но еще прикольнее сама по себе название школы. Вот. «Эколь Джонатан» и «Эколь Эберг». Вот я не понимаю, как в одной школе могут быть две. Вот. А «Комиссион Скалер», то есть «Рано» у нас «Маргарит Буржуа». «Маргарит Буржуа» — это наша католическая святая, которая привезла сюда Фи Дю Руа, от которых пошли, в общем-то, большинство клубов Коа. Ну, и вообще очень хорошая женщина. Индейцев учила и так далее, как там земледелем вот униваться. В общем, правильная тетка. Вот. Примерно так выглядели в городах когда-то. Вот эта вот железная штука мне очень нравится. Видите, да, с такой странной витриной. Я, конечно, могу и ближе подойти, но, в общем, ничего интересного там нет, кроме вот этой самой штуки. Но, тем не менее, что-то во всем этом есть. Наверное, через 100 будет казаться чем-то очень мило. Собственно, уже и кажется. Собственно говоря, к чудесному историческому зданию делается вот такая вот пристройка. Похоже, что что-то подобное было, потому что вот фундамент, мне кажется, старый от нее. Вот. Ну, в общем, им пришлось это убирать, и вот валяется куча вот таких вот старых камней. Можно, собственно, увидеть, как они выглядят. Вот как-то так. Ну, интересно, что у них будет. Ну, наверное, просто окна поменяют на какие-нибудь, я надеюсь, получше, чем то, что обычно стоит. Вот. Привернулись к тому, с чего начинали. Вот. Я просто пытаюсь все-таки снять без солнца вот эту вот чудесную башенку. Ну, в смысле, купол с крестом. Прекрасно. Ну, как всегда, целиком мне все это не заснять. Вот. Но, тем не менее, вот такая вот церковь. По-моему, кстати, тоже очень красиво. Я не знаю, какого времени. Яркая вывеска. Не знаю. Я уж думал, что это какая-то, это самая, компания вообще. Вот. Но оказалось, что там все-таки написано Community Church. В общем, не знаю, что это происходит. А, ну и вот так вот, как обычно, вот тут вот у нас располагается чудесный домик при церкви. Сейчас покажу. В нем детский сад. Вот такой вот. Да. Вот, совершенно другой район и совершенно другие домики. Обратите внимание на чудесно отреставрированную дверь. Не знаю, видно ее или нет. Сейчас попробуем приблизить. Да. Вот как-то так. А постройки, ну, не знаю. Мне кажется, что двадцатых, тридцатых. Очень крепкие и очень дорогие дома. Ну, как обычно, реставрировать надо. Вот. Дальше вот тут вот так вот решили раскрасить. Вот балкончики вот. Ну, кстати, балкончики вполне себе вот как бы, как надо, так и выглядят. И обратите внимание, что стекла прямо витражные внутри. Не знаю, видно, нет. Вот. И это похоже, что старые рамы. Да, точно старые. Вот. Дверка тоже хорошая. Ну, с красной красочкой, конечно, немножко они зря. А так нормально, а? Вот. Вот когда вот так вот покрашен балкон, на мой взгляд, гораздо лучше. Скромненько и с вкусом. Кстати, тоже старые рамы. Старая дверь. Прямо вот ничего не поменяли люди, кроме подоконников. Ой, подоконники Гриша периодически менял. На первом этаже это, по-моему, стоило лет пять назад. Не, ну вот такой длинный долларов двести. Чисто работал. Но на втором этаже уже по двести пятьдесят. Да, подоконник называется «Виндурсил» на английском. Вот. И обратите внимание, какие эти самые шарниры по-французски, а по-русски петли на рамах. Вот такой вот ствол. А в нем, а в нем сидит гном. Вот такое вот у него жилище чудесное. Вот, церковь, кстати, как видите, с девятнадцатого по двадцать девятый строилась, я так понимаю. Вот. Кто бы мне еще рассказал, что значит латинские буквы «Айде», это все-таки не Альбрад, Дюра. Вот. Очень красивая решеточка на окнах, беленькая и маленькая. В общем, не знаю, вам, наверное, видно. Вот так сбоку церковь выглядит. Вот. Тут хорошо видно все эту медь, просто чудесно. Вот. На верхнем куполе, ну вот, видно, что несколько штук, видимо, меняли, поэтому они темненькие еще остались, они зеленые. Очень красиво. Вот. Как-то так. Вот. Продолжаем идти вдоль церкви и выясняем, что у нее одна из боковых стенок. Вот такая какая-то. Я даже не знаю, что это, честно вам сказать. Но это не тез. В общем, покрыто какой-то такой желтенькой штучкой, честно говоря, первые я такое вижу. Вот. Ну, в общем, весь район состоит из вот таких вот домиков. Домик такой стоит. Ну, не знаю, на мой взгляд, я, конечно, не специалист, но мне кажется, 1700 по-всякому. Вот. То есть у него три этажа. Нижние вот маленькие окошки внизу, это, собственно говоря, бейсмент, сусоль, подвал. Уж не знаю, на каком языке. Вот. Ну и, в общем, все там очень хорошо. Кстати, по планировке они вполне приличные, в отличие от более старых домов, которые никакие. И что приятно, почему-то вот во всех этих домах почти нигде не поменяли рамы. И вот здесь вот видно, я надеюсь, что стекла сами по себе внутренние, они прям как витражи, сделаны с мелкой такой расстекловкой. Вот это очень красиво. Вот. Немножко другой фасон домиков. Ну, в общем, весь район примерно вот из такого состоит. На самом деле, очень приятная застройка. Жизнь здесь очень приятная, тихая, уютная. Улица зеленая. Район довольно старый. Ну, как старый, мне кажется, говорю, 20-е, 30-е годы застройки. Собственно, церковь 29-го. Вот он. Вот. Вот так вот выглядит другая сторона. И на этой стороне мы видим чудесный балкон. Если бы он еще не был здесь зеленой краской. Ну, хотя, впрочем, почему нет? Вот. Ну, вот этот домик, судя по медальону, вот там наверху с канадским листиком, это явно какие-то 20-е годы. Еще один ракурс задней части церкви. Вот. Все, наверное, на этом я с ней завяжу. Школьное здание с коллекционным барельефом. Мальчик в бантике, но, в общем, выглядит вполне себе пионерским галстом. Вот. Почему он при этом пишет левую руку, совершенно непонятно. Кстати, это доказательство того, что, видимо, в то время они еще учили детей ручки держать. Потому что, когда среднестатистический русский человек видит, как канадцы держат ручку, ну, это надо отдельно показывать. Мне так даже специально не сделать. Вот такой вход в школу. С несколько замотавшимся кубецким знаменем. Вот. И наверху, не знаю, видно, нет. Сейчас, вот, и подальше. Вот такие вот ряд медальончиков в виде морд. Ну, опять же, что-то христианское. Ну, в общем, да, это все те же годы, 20-е, 30-е, скорее, 30-е. И с этой стороны мы наблюдаем чудесное, чудесное. Вот прям так вот чудесную девушку с прической, как у Марины Светаева. Ну, да, типа того. Хорошая девушка. Видимо, надо отойти издалека сначала снять этот невероятный клён, пока меня машины не задавили. Вот такой вот клён. Вот такой. Вот. И за ним стоит то, что называется, семидетач, два домика. Они даже не дуплекс, они просто каждый домик, то, что у нас называется, Maison Privé, Private House. Вот. Ну, чудесненькие такие. У этого очень красивые, серебристые, наверху, на крыше. Фиговинка, не знаю, можно ли её разглядеть. Как-то так. Вообще, конечно, все эти домики хочется буквально каждый фотографировать. Очень же они хорошие. Вот. У них, например, попадаются вот на соседнем. Довольно популярная такая вещь. Сейчас мы сюда придём. В общем-то, всё, что я хотел вам показать, это вот такое вот, на мой взгляд, совершенно очаровательное овальное окошко. Вот. И витраж над входом. Тоже очень красивый, на мой взгляд. Вот. Ну, с рамами уже, конечно. Ага. Вот. А вот тут, кстати, прямо они красиво сделали. Это более-менее современные колоночки вокруг коля. Ну, со старой дверью. Ну, всё великолепно смотрится. Даже современные тонарики ничего не мешают. Многое выясняется, когда начинаешь снимать. Вот, например, видимо, это редкий район, где можно просто реально ходить, буквально как бы просто держать камеру и каждый дом снимать. Вот. Ну, не все они идеальные, но, в общем, очень прилично выглядят. Вот смотрите, например, как это выглядит с чёрными рамами. Ну, хорошо же, хорошо. И причём верхняя часть рам ещё и с мелкой растекловкой, ну, во всяком случае, с имитированной. Вот так вот они красиво зарастают всяким этим самым. Вот. Район называется Нотр-Дам-де-Грасс. Индежи в народе. О, а тут ещё в круглом окошечке ещё и чудесный витраж. Вот такой вот. Увид ещё этим самым. Как Наташа его называет? Девичий виноград? Если я ничего не путаю. Вот. Кстати, ручечка на дверях. И очень красивая. Вот такая вот щеля. Letters. Для писем. Всё настоящее. Тут тоже витраж в окошке. Витраж на входной двери. Ну, и вот такие вот дома. И вот они все такие повсюду. Вот. Стоят очень дорого. Ну, поскольку они частные, они на съём, как бы, они всё в очень неплохом, на мой взгляд, состоянии. Ну, тоже, конечно, есть чем заняться. Вот. Ну, просто приятно, что можно вот куда ни повернёшься, везде вот такие вот бомики. А вот моё любимое дерево, которое мой приятель называет Чинарой. Ну, это просто уже какое-то полное ушедение. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас мы к нему придём. Вот. Вот такое вот. По-моему, это восхитительное. Вот. Вот, например, боковая стена соседнего дома. И тоже с витражиком. Очень приятно, когда пару раз мне попадалось, что надо вот такой вот, вот то, что вы видите, над входом в подъезд, уже не знаю, как это назвать, вот, поменять. Потому что зачастую оно оказывается медным, и когда его сдаёшь в, как это называется, в металлолом, медь у нас что-то около 4 доллара за килограмм, а она толстенькая. В общем, хорошо, получается, всем хватает на кофе, на месяцок другой. Если что, вот есть у нас в Канаде и берёзы. По-моему, очень много. Слушайте, просто не могу оторваться. На самом деле, я приехал снимать совершенно другие вещи. Вот, в этом районе. Ну, всё, хожу и хожу. Ладно, пошёл снимать другие вещи. Только собрался снимать другие вещи, как вот выяснилось, что вот такая вот яблонька тут потрясающая. Спускающая свои ветки прямо на сидор, в смысле, на тую. Так, что-то вот это вот отличное. Вот такой вот отдельно стоящий замочек. Тысяч на семьсот, на восемьсот. Вот, и дальше вот так вот крутимся, крутимся, и всё красиво, красиво. Единственное, что неприятно, это вот эта вот обрубка от дерева. Ну, я так подозреваю, что это не просто так произошло у нас, когда случаются вергля, в смысле, айс-шторм. Уж не знаю, как это называется по-русски. Ну, в общем, когда всё льдом покрывается, то вот такие деревья, они, конечно, в первую очередь летят. Я нахожусь недалеко от парка, в котором в один прекрасный день, просто даже не зимой, а просто из-за ветра, куча вот таких старых деревьев полетела. Прямо несколько десятков, это было прямо ужасно. Вот, хорошо, никого не зашибло, но жалко, деревья красивые. Вот такой вот балкончик, вполне себе, мне кажется, даже исторический, с вот такой чудесной решёточкой. Ну, прям вот воплощение мыслей, мой дом, моя крепость. Ну, очень всё уютно. Вот, на самом деле, не знаю, как у них с фронт-ярдами, по-моему, не очень. Они большие, с бэк-ярдами я имею в виду фронт-ярд, вот вы видите перед нами. Ну, тоже невеликой, но зато с большими красивыми деревьями. Больше говорить вообще совершенно нечего, могу только показывать огромную липу, чудесные дома. Вот, совершенно, кстати, в разных стилях, если присмотреться. Ну, всё очень красиво, в любом случае. Вот, и вот теперь плавно переходим на эту сторону, и тут нас поджидает другая красота. Вот такой домик, и у него вот такой вот, покрупнее вам сделать, подъезд чудесный. Вот, лестницу у нас кладут из того, что называется, как-то он, не помню, как называется. Ну, в общем, короче, это как бы камень, ну, не знаю, на мой взгляд, достаточно беспонтовый. Ну, тем не менее, всё-таки камень. Вот, то есть, это совсем недавняя переделка. Да, и вот у этих двух домиков, ну, прям вот такие вот замечательные подъезды. И вот так по этому району можно идти часами, и все домики будут такие. Вот. Ну, это мы всё ходили вот по маленьким, тихеньким улицам, а, собственно говоря, выходим мы сейчас на улицу Шербург, которая едва ли не самая длинная в Монреале. Вот, и на неё выходит вот этот боковой фасад вот такого чудесного дома, с этими чудесными американскими лестницами. Вот. Ну, в общем-то, даже окна поменили, ну, то есть тут уже неплохо. Это, как правило, дома со съёмным жильём. Ну, сколько уже квартира стоит на сегодняшний день, уже не знаю. Но довольно дорого. Мне очень нравится, когда у них на входных дверях сейчас... Можно, 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 можно. Сейчас я подойду, сфотографирую вот эти вот явно старые, настоящие надписи. Вот, смотрите. Видите? Да, это, кстати, достаточно англоязычный район города. Так что... Вот, смотри, там видны чудесные батареи. А, их, собственно говоря, судя по всему, меняют в доме. Ну, да. Вот в съёмных домах их меняют на электрический, а в частных домах стараются заставлять уже эти самые паровое отопление, просто потому что это гораздо здоровее. Отдельно про наши чудесные лестницы. Вот видите, она таким тросом прикреплена. Да, он к тому кронштейну, не знаю, видно вам, нет. Вот. И, собственно говоря, вот эта самая нижняя часть, которая наискосок стоит вниз, она поднимается. И опускалась она только во время, я так понимаю, пожара. В общем, как-то там. Это, кстати, не искажение. Он действительно не 90 градусов, этот угол дома. По-моему, очень красивый, кстати, раньше никогда такого не замечал. Вот. К сожалению, внизу находится депонёр, и у него такая вот старая-старая... это самая вывеска. В общем, всё это, конечно, надо менять на какие-то человеческие. Но ничего, ничего никогда не сделаем. Вот. И депонёрок, как правило, весь нижний этаж вот с такими вот ужасными стёклами, ещё и забранными решёткой, чтобы наркоманы не ломились. Ну, в общем-то, с контовкой. Вот. Вот такой вот чудесный фассад напротив. Диагонали. Вот. Но, к сожалению, двери уже не те. Вот. Но сейчас я вам хотел показать вдруг неожиданно гранитные колонны. Вот. Такой вот пафосный. И всё это называется Harvard Apartment. А вот здесь вот совершенно чудесный... Вообще-то вот словом библиотека вот у нас это называется, именно продажа старых книг. Ой, я тут много всего интересного находил. По-моему, какого-то Аркадия Гайдара на французском или ещё что-то попадалось. Но это было несколько лет назад. Сейчас не знаю, что-нибудь подобное стоит. Харуки Мураками я только вижу. Из известного мне. Вот. Такие вот у нас. Вон, как это всё очень вот уютное. В них действительно продают и диски, и что хочешь. Ну, то есть, ты такой стареёвщик, но при этом книжно-пластинышник. На самом деле, историческое здание банка. Вот. Если бы не, блин, это огромная вывеска Скоуша-банков. И даже адрес они написали такими буквами, что уже я не знаю, зачем, непонятно. Ну, и, конечно, новые рамы. Всё это совершенно не в тему. А так, в принципе, всё было очень красиво, если дома довезти. И вот у соседнего дома такой прямо расчудесный подъезд. Вот. Причём на этом подъезде оригинальные, по-моему, даже фонарики. Очень мне всё это нравится. Вот. И опять вот этот материал, который я не могу понять. По-моему, это всё-таки отливки бетонные. Но выглядят они иногда прям совсем как камень. А фонарики, собственно говоря, не работают, поэтому закрашены чёрным. Ну, жаль. Да, тёмник. Вот такой вот у нас стоит кафе. Кто такую красоту делал, я не понимаю. А, ну, собственно, это из разных орудий труда. Сварена вот такая херь. Ой, Господи. Очумелые ручки. Вот эти вот верандочки здесь уже, я не знаю, сколько лет. Это не специально по поводу ковида. И, в общем-то, всё бы ничего, только хотелось бы, чтобы всё это было какого-то человеческого дизайна. Вот. Очень приятно, и вот если вы видите, то ли медным покрашенное, а может и вообще медное. Нижняя часть вот этого эркера, я правильно называю. Вот. Собственно, вот он такой до верху идёт. Ну, в общем, короче, если бы всё это маленькими буквами, ну, со вкусом всё бы было сделано, то всё было совершенно по-другому. Ну, увы и ах. К сожалению, кто-то забрал чудесной сеткой вот эти вот балкончики. Зато здесь ещё лучше виден вот этот вот кронштейн, который с блоком, который поднимает, собственно говоря, и поднятая нижняя часть лестницы. Вот. Вот оно, видите, подвешено. Если бы, конечно, эти балкончики открыть, было бы просто великолепно. Ну, и опять же, чудесный подъезд. Вот. Кто-то его, правда, попытался покрасить белым. Дай бог здоровья этим рачительным и хозяйственным людям. Вот. Ну, всё в проводах, всё в трубах. Но это всё, как бы, до сих пор это ещё достаточно дешёвые съёмные дома. К сожалению. Вообще-то я хотел идти по улице Шербург, но уж больно меня тянут. И попадаются какие-то новые фасончики вот этих вот домов чудесных. Вот. Вот эти вот несколько пирамидальные усечённые колоночки. В общем, всё такое довольно характерное. Ну, не самая красота, но тем не менее. Вот. А тут вот кто-то догадался дома покрасить, например, серым цветом. Вот. Но зато всё это под сенью чудесного огромного дерева. Липы, собственно говоря. Вот. А вот этот вот покрасили зелёненьким. И мы даже догадались, что можно и кирпичики, и всё остальное выделить. Между прочим, очень неплохо по-моему выглядит. И прямо вот реальные окна. Вот они, видите, какие были. И, ну вот, вряд ли это будет видно на присъёмке. Но стёкла настолько старые, что они вот неровные. И как бы ты в них идёшь и видишь, что отражение в них совершенно по-другому плавает. А на втором этаже, ну уж это вам точно не увидите. В общем, там горит свет на потолке. И видно, какая офигенная лепнина вокруг него. Причём какая-то прямо вот обдекошная. Ну. Вот такой тоже удивительный дом. Собственно говоря, вход вот в этой щели. Вот. Уж не знаю, почему так архитектура. Ну, кстати, красивая, на самом деле. Опять же, окна поменять, то всё. Ой. Неужели я когда-нибудь всё это вывижу? Ну, собственно, Монреаль. То есть идёт женщина в хиджабе. Дальше идёт дяденька с собакой, обутая в носки. Значит, на все четыре лапы. Огромное дерево. Оно, на самом деле, реально огромное. И сейчас я хочу подойти. Там, собственно говоря, ветеринарная лечебница. А здание очень симпатичное. Вот эта жёлтенькая, которая просвечивает. Вот такая вот. Двухэтажная, небольшая. Красивая. Ну, прям какой-то прекрасный шарман. Это всё вот один дом. Смотрите, сначала вот этот заросший подъезд. Потом мы передвигаемся сюда, сюда, сюда. И дальше вот такой вот. Эркер торчащий. Тут уже, правда, кирпич закрашенный, к сожалению. Всё-таки мне это не нравится. Вот. А дальше вот такой вот вход вот с таким вот балконом. Ещё и над балконом всё это изображается как-то типа фарга. Вот. Ну, если бы не жуткая... У нас это называется шинглс. Я не знаю, как по-русски. Вот эта вот фигня. Толь на крыше. Всё, конечно, должно быть на самом деле либо черепичное, либо ещё какое-то. И вот так вот он, этот дом завершается. Вот таким вот крылом в бок. Вообще красиво. А на доме ещё и вот такая вот решётка. Интересно. Реально старые. Для этого уже что-то новое. Сейчас посмотрим. Ну, во всяком случае, дверь внушает доверие. Нет, мне кажется, вот эта вот в середине буквы АЦ. А может и старая. Да, наверное, старая. Ручечка, кстати, оригинал. Да. Вот. Как-то так вот. Полонно. А вот, кстати, чудесные монреальские водосточные трубы. Они на самом деле медные, чтобы вы понимали. Вот. И вот такое чудесное узкое окошечко с витражом. Ну, в общем, всё как у людей. Пока всё надо дореставрировать. Жуткие окна вставлены. Но всё равно домик приятный. Просто симпатяшка. Обратите внимание, что он полукруглый. Немножко весь выделяющийся. Стена дома. Уждетная, как называется. А дальше мы проходим, проходим. И, собственно говоря, вся боковая стена вот того вот длинного красного дома, она вот такая вот. Неплохо, да? Это я только что споткнулся о заграждающую фигню, потому что тут, видимо, собираются тротуар менять. Тротуары у нас, как и обившие, американские, то есть полностью питомные. Дай им Бог здоровья с этой технологией. Так ничего и не меняют. То есть кое-где изредка попадают уже с тротуарным камнем, но это только на каких-нибудь пешеходных улицах. Удаляющаяся спина человека, который, ну, просто весь покрыт цветными, хорошими, качественными татуировками. Вот. И, в общем, это у нас совершенно нормально. Недавно мой приятель, который всего два года в Монреале, был на пляже, и после этого, как многие такого рода люди, почувствовал себя несколько запомплексованно, потому что просто татуированы все. То есть здесь это не является ни признаком какой-то социальной группы, ни еще чем-то. Фонарики, кстати, оригинальные. Просто это, ну, как бы, прикольно. Все это делают. О, оказывается, тут еще решеточка вот такая вот есть. Прямо вот вам сейчас я ее покажу. Это вот верхняя часть. У нее такая тут еще, суть, почему какой-то набалдашник был. И дальше она вот такая вот круглая. Вот, видите, набивается. И вся она заросла. Уж не смородина ли? Похоже. Сладенькая, но не смородина. Просто для коллекции. Вот такой формы навесик. Он еще, как видите, не знаю, видно вам, нет? Он еще на цепях при шмондоре, в стене, но они все так делаются. И дальше под каким-то невероятным углом там внутри располагаются, собственно, ступеньки. Вот. Стены. Вот с такой вот чудесной шубой. Не знаю, видно, нет? Сквозь стекло в рейтинге. Ну ладно. Собственно говоря, вот вход на углу в эту ветеринарную клинику с очень красивым каким-то наверху. Не знаю, что за герб, честно вам сказать, но поскольку там боберы кучи лилий, что-нибудь наша канадская, сбоку сидит индейец, еще кто-то. Вот. Вот зачем нужно было так вешалку, вывеску делать, что она... Вот эти вот чудесные колонны из-за нее не видно. Ну, короче, с вывесками, конечно, надо что-то это упорядочивать уже, сегодня никаких нет. Вот это, кстати, как раз тот парк, на который я рассказывал. В нем можно видеть много маленьких насаженных недавно деревьев. Это именно потому, что парк старый, и как-то раз... Сколько что-то было? Наверное, лет шесть назад был жуткий сильный ветер, и они просто поломались очень многие деревья. Ну, быстренько понасадили старые, новенькие. Даже не все акации, что приятно. Нет, все-таки многие акации. Одно из моих любимых зданий в городе, в общем-то, вроде как это здание египетского посольства. Вот. Вот у меня трогательное отношение к зданиям египетского посольства, потому что, когда я был очень юным, у моей лучшей подруги дома хранился палец от примерно такой же фигуры, вот, которая стояла на питерском здании, где было египетское посольство. Почему-то Египет решил, что надо вот такие вот помпездные делать. Здание пустует уже, бог знает сколько времени, вот так этот забор стоит. Почему никто не удосуществом что-то сделал, по-моему, в Египет. Что делать? Ну, хотя бы вход сниму покрупнее. Вот, все очень такое египетское. И даже двери старые, вот, видны, они, правда, заколочены, но, тем не менее. Нижняя часть дома, к несчастью, сильно подверглась, скажем так. Ну, хотя, нет, если все это отмыть и довести до ума, сбить лишнюю блитку там и так далее, то все будет нормально. Зато вот у него очень красивые такие прям мавританские колоночки. И сейчас мы подойдем к боковому ходу. Вот такие вот домики стоят сразу за египетским посольством на боковой улочке. Вот, по-моему, все очень красиво. А мы, значит, поворачиваемся медленно и смотрим на вход вот в этот вот дом. Там еще можно будет потом подойти и прочитать, какие это апартненты. Вот. Ну, все, конечно, убитое. По убитости напоминает какой-нибудь яв, а не отреставрирование. Ну, плях и мох. Ну, неужели вот этот вот дом не надо реставрировать? Ну, слушайте, ну, это же красоты кусок. Ну, реально. Сейчас я подойду, покажу вам орнаменты. Вот. Сейчас тетенька с мальчиком зайдут, чтобы никого не смущается. Смотрите пока, какие рельефы, рельефы боковые. По-моему, очень красиво. Так все это, конечно, в убитом состоянии. Как это написано, как называется? Орф Шарп Апартнесс. Вот. И вот тут вот такая красота. А, еще там наверху решетка такая красивая. Если бы они вот эту вот красную херовину не повесили, вот эту я имею в виду. Дай им бог здоровья. Блин, ну почему будем вот насрать? Ладно. На самом деле, тут Варламов куколку рекламирует, вязанную себя самого. И в хорошем варианте она просто, по-моему, урчит или еще что-то, смеется. А в плохом он обещает будет ругаться. Я вот думаю, что ругань Варламова можно очень легко вставлять во все подобного рода клипы и вообще сделать это как бы, ну, таким мемом. Ну, потому что, ну, уже очень он хорошо ругается. Вот. Ступеньки. Все это, конечно, нет. Ну, вот нижняя все-таки гранитная, по-моему, хотя и сильно реставрированная. Ладно. Когда-нибудь. Боковой фасад египетского посольства тоже внушает и впечатляет. Уж не знаю, почему эти нужны были маленькие окошечки, что там происходило, какое назначение. Ну, в общем, круто. Там еще дверка, которая куда-то идет. Сейчас, сейчас, сейчас. Покажу прямо тут вот в углу. Собственно, вот этот ржавый короб на стене египетского посольства. Ну, судя по всему, то ли в нем подымалось что-то, то ли еще что-то. Потому что над ним вот такие вот кронштейны, видите, наверху? Вот. То есть, это часть какой-то системы, которая уж я не знаю, что делать. Вот такой вот чудесный дом. Ну, я не знаю, но представьте, что все это до конца доведено до ума. Кстати, у него даже рамы, по-моему, нормальные. Ну, в смысле, для того, чтобы он встал, я даже не знаю, что должно произойти. Скажем, он должен стать в кондоминиум, в котором там каждая квартира будет от 400 и больше тысячи долларов. Вот. Ну, и сейчас я еще подойду отдельно вам вход, покажу. Вот. И обратите внимание на двух железных львов. Над входом сейчас мы там поближе будем. Можно будет увидеть. В общем, все это дико красиво. Может делать совершенно замечательный дом. То есть вот вот этих вот больших парадных улиц, ну, как бы парадных, не знаю уж, насколько они были парадными, ну, то есть может делать действительно какие-то очень красивые места, не знаю. я, конечно, уже трудно теперь с нашим ковидом думать о туризме, но тем не менее, ой, там еще какая-то потрясающая красота люстра. Вот, собственно, здесь хотел вам показать вот этих лёвиков раз чудесных над входом. судя по всему, они держали какой-то навес, потому что обычно у них во рту идёт кольцо, на котором цепь, и на цепи держится навес, но неважно, в любом случае красивый. Вот, а здесь у нас вот такая какая-то историческая. То есть как вот я тут когда-то поляхнула на хвостикло, как её тут когда-то повесили, так она тут и висит. Что тут и висит. Интересно, что двери на разном уровне. То есть одна ведёт по лестнице наверх, а другая даже слегка вниз. В общем, какой-то удивительный дом. Очень бы хотелось туда внутрь попасть. У меня есть несколько, куда можно... А, вот теперь зато люстра видна. Вот такая она, как ёлка вся из себя. Потрясающе. Люстра никогда не замечал. Очень полезно пройдить по городу с камерой. Ну и напротив вот такой вот урод в 70-х годах. Вот. Но что в нём хорошо, что внизу вам, конечно, не видно, но если подойти, такая вот бордовая вывеска и на ней написано Патисри Полонезь. Вот. Их несколько по городу и они делают вон там даже английскими буквами написано сувганьот, русскими написано пончики. Ну, в общем, дальше что-то однолёно напоминающее сувганьот они и делают. Ну, ничего. Ну, по правде, берая любой из этих домов, можно доводить до ума и это будет совершенно дико красиво. Вот. Но я пошёл, собственно говоря, показать вам чудесную, на мой взгляд, уже просто даже антигварную, ну, по крайней мере, винтажную вывеску. Вот она. прекрасная шале барбекю поле ампорте. Ну, в общем, курица на вынес и первая. И вот так вот она вся вот огнями переливается. В общем, всё. Вот это уже, конечно, трогать нельзя. Вот. А тут вот на доме очень ярко наверху штан 1909 года. Вон там. К нему, правда, снизу приделали вот такую чудесную крышу. Совершенно не в тему, но это для того, чтобы изобразить шале барбекю, собственно говоря, ну, как бы деревенский домик. Вот. А у этого дома очень красивый, на самом деле, карниз, который просто надо покрасить. Ну, в общем, вообще очистить от всякой скверны. Я имею в виду и рамы и так далее. Ну, и, кстати, по пескострую эти кирпичики тоже будут хорошо. И вот есть у меня мечта, что вот эти вот кирпичики, может быть, вообще можно покрывать каким-нибудь защитным чем-то. Ну, то есть, не просто пескоструить, а после этого ещё и покрывать. Ну, а те, что выступают наверху, так, мне кажется, можно развесовывать, что-нибудь вроде глазури придумать или просто краску, которая будет там отдельно из них. Короче, я начинаю раскрашивать, фантазировать, не слушайте меня, дурака старого, уйду я. Вот, собственно, наиболее пустая часть всего того же парка и у меня такое впечатление, что здесь деревья старые были. Уже просто по ней не видать. Вот. Ещё очень трогательно, что они вот рядом с каждым деревцем делают вот такую вот надпись, ещё и полотене. не знаю, какой имеется в виду, может быть, это как раз тот, который полетел, Реженер де Франс, из Франции приехал. Вот такие вот домики напротив. Это вот, как всегда, маленькая проявляная улица. На самом деле, совсем не маленькая. Вот. Ну, и вот так вот можно идти и всё время будет. Они ещё как бы на возвышении немножко. Уж больно хороший газон. Вот такой вот дикой красоты. А дальше вот так взгляд поднимается. И там дальше домик. Смотрите, как у него тут наверху. Тоже всё это, конечно, реставрировать надо. А это так вообще рябина. Ну, так уж много у нас её в Канаде-то. Вот такая красавица. Вот такая чудесная собачья площадка. Всё сделано. Вот. Приходите, гуляйте со своими псами. Особенно красивые там вот срубленные деревья на дальнем плане. Да, видно. Вот такие вот поливалки у нас на детских площадках устанавливают. Последние лет 10 уже, наверное. Ну, детишки прутся. Очень прикольно, что всё это происходит на фоне посада церкви. Дальше идёт вот такой вот детский городок. И латиноамериканская музыка, которую вы слышите, это там люди занимаются танцами. Я просто, честно говоря, не знаю, можно снимать, нельзя. Ну, в общем, всё для людей. По-моему, трогательный. Наткнулся на ещё один маленький. Самочек. Не знаю, как его назвать. Вот. Вот такой вот красивый. Наверху, видите, какие украшения вот в этом треугольничке жёлтого. Замечательные. Очень неплохо отреставрированный дом со всеми историческими рибамбасами. Ну, и как-то так аккуратно сделано. В общем, вот решёточки все правильные, прям вот настоящие. Вот. Только вот эти вот зелёные уголки под украшениями балкона, они, конечно, современные, но, тем не менее, покрашены, вроде как, всё на месте. Вот такое вот окно центральное. Под ним окно брыснет. Причём, офигенные, на самом деле, дома. Вот. А рядом идёт вот такой вот сельботяжкой. живут себе люди, не парятся. в общем-то, имел бы я такой домик, наверное, тоже не парился. А вот у нас это самое перестраивается дом. Посмотрите, какие у него там красивые наверху. Не знаю, видно вам, нет? Не видно, наверное, там чудесные витражи на окошках остались. И дом переделывается. Уржанс, синистр. ну, когда дом страдает от какого-нибудь, там, либо затопило его, либо ещё что-то. Ну, в смысле, не наводнение, а просто трубы провал. Если мама когда-нибудь будет смотреть, ну, вот просто, по-моему, замечательные гортензии, ну, вот как-то вот так вот всё. И вообще, цветочки, в общем, хорошо всё. Вот такой вот ствол дерева, собственно говоря, и на нём очень красиво это близичко. Продолжение следует... Продолжение следует...